Друзья, привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ольга Казнакова. Я основатель школы маркерной живописи Казнакова Олга Скул. Ну и, собственно, практикующий художник-иллюстратор. Я давно очень хотела снять видео с обзором на свой законченный скетчбук. Очень вдохновилась такими обзорами у Маши Софрик. Вот, сама я их очень люблю смотреть и подумала, что тоже хочу сделать. Я взяла для обзора свой самый старый и первый скетчбук. Насколько он старый, вы можете понять, потому что, видите, здесь наклейка даже Лолан Кек. Тогда еще так называли скетчбуки от Спутника. Они потом поменяли свое название. Это Спутника скетчбук, но вот еще под старым лейблом. Плотная обложка, скетчбук квадратный, 20 на 20. Это один из моих любимых форматов. В него много что вписывается. И фуд-иллюстрации, и фэшн, в общем, все, что я люблю. Ну, какие-то даже небольшие городские зарисовки. Справедливости ради, это частично мой первый скетчбук, потому что была такая история, что я вела его в разнобой. У меня было два скетчбука параллельно. Потом я их пересобрала, сняла пружину и собрала в один скетчбук все иллюстрации по фэшн, другой скетчбук все иллюстрации по фуд. До этого они были оба в разнобой. И потом так случилось, что на одном из мероприятий в Сочи, куда поехали мои скетчбуки, в том числе, у того скетчбука, в котором была собрана фуд-иллюстрация, выросли ноги, и он куда-то ушел. В общем, либо его кто-то унес, либо что-то произошло. Ну, в общем, такая немножко неприятная история. Но я к этому спокойно отношусь. Так или иначе, целый скетчбук с моими фуд-иллюстрациями пропал. Вот. И поэтому в этом скетчбуке 50% моего первого скетчбука, те 50, которые относятся к фэшну. И, соответственно, 50% из второго. Какие иллюстрации, откуда, я уже не вспомню. Но давайте будем по ходу разбираться. Итак, это первая иллюстрация в этом скетчбуке, но это не первая моя иллюстрация маркером. Кстати, здесь, в этом скетчбуке, будет моя первая иллюстрация с притовым маркером. Естественно, я очень боялась приступать к новому материалу. Я с ним частично работала, но работала именно в фэшн-стилистике. Я делала какие-то быстрые скетчи-зарисовки на тонкой 70-граммовой бумаге. И тут мне в руки попал... Мы как раз тогда работали со спутником в одном помещении. У нас школа фэнтези-рум снимала помещение. И ребята у нас одну комнату арендовали под производство. Поэтому мы с Настей, создательницей скетчбуков, очень много общались. Она показывала мне различную бумагу, я видела все новинки. Ну и, конечно, когда я увидела этот скетчбук, а мы их тогда еще дарили нашим ребятам, которые занимались на курсе скетчинга маркерами, мне, конечно, тоже себе захотелось. И, в общем, подарок мне его дали, я бы принесла домой. И мне было настолько страшно, что я начала рисовать со второй страницы. И вообще у меня есть такой прикол. Я очень часто начинаю вести скетчбуки со второй страницы. Потому что первая — это как будто такая безумная ответственность. Поэтому мне всегда хочется, чтобы на первой странице была какая-то такая особенная работа. Я долго ищу референс для первой страницы и так далее. И, собственно, вот эта иллюстрация, она стала действительно такой особенной. Она мне очень нравится до сих пор. У меня было потом несколько похожих историй с туфлями, там с различными галогеновыми ботинками. Может быть, вы видели у меня в профиле. По туфелькам вот таким же серебряным есть курс. Это один из моих первых курсов. И на сегодняшний день он до сих пор самый продаваемый курс в школе. Мне кажется, это фактура, которая очень эффектно смотрится, влюбляет себя с первого взгляда. И это как раз та иллюстрация, которая классно смотрится на первой странице. При том, что она смотрится очень эффектно, делается она достаточно легко. То есть, это, видите, все заливки, они, в общем-то, сделаны без практически размытия. Да, там есть какие-то мелкие размытия внутри. Но, в общем-то, ты просто плоскостями, какими-то треугольниками примерно перекрываешь нужные зоны. К тому же, за счет того, что два ботинка плюс коробка композиционно, они очень маленькие. Вот видите, даже относительно моей ладони. Поэтому площади заливок небольшие. И я еще даже тогда не работала особенно копиками. По-моему, вся эта иллюстрация сделана серыми маркерами Style File. Сейчас я вам даже покажу. Вот так вот они выглядят. Вся эта иллюстрация нарисована Style File, при том, вся эта иллюстрация нарисована без брашей. Это все пуля и долото. Вот. Ну, а так и здесь не нужно супер размыть. И, в общем-то, не страшно. Но это к тому, что некоторые, особенно начинающие, говорят, что вот только браша, можно делать плавные переходы. Все это неправда. Если наловчиться, можно и долото. Вот доказательство. Естественно, здесь, как всегда, есть детализация. Белая ручка. Я вообще без белой ручки никуда. Я люблю всякие точки, мерцания, шовчики и детали. И здесь, конечно, тоже это есть. Помню, в самый последний момент я добавила плитку. Мне кажется, это правильным решением. Потому что, если вы представите эту иллюстрацию без темного фона, мне кажется, что на контрасте с белым листом, а контраста с белым листом не будет такого, она играть будет не так ярко. Вот. Поэтому мне нравится эта плитка. И мне нравится решение, что я решила ее так оборвать. Легкая недосказанность. Она здесь тоже, мне кажется, в плюс. Потому что можно было, конечно, залить до конца. Но, мне кажется, это какой-то такой изюминкой у иллюстрации бы, наверное, украла. Вот. Что, кстати, еще интересное. Я сказала про то, что это все нарисовано стайл-файлом и все нарисовано серым. Потому что в этой фирме очень сильный диапазон. То есть у них холодный серый. Видите, они вот так вот выглядят. Холодный серый. Голубой, откровенно. Теплый серый. У них очень красивый теплый серый. Мне до сих пор он нравится, наверное, ну, из всех там линейок, копика, тача и других маркеров. Именно теплый серый у стайл-файла мне нравится больше всего, потому что они очень приятно бежевые такие вот. Очень розоватый, я не знаю, в общем, оттенок. Очень красивый. Давайте переходить дальше. А вот это как раз она. Моя первая иллюстрация маркерами на плотной бумаге именно в реализме, а не в фэшн в одну заливку. И здесь, на самом деле, я это гордо называю первой иллюстрацией маркерами. Но честно вам скажу, что маркеров, как таковых, здесь очень мало. Здесь в основном детализация идет через карандаш, потому что на тот период я в основном работала цветными карандашами, полноценно делала реалистические иллюстрации с помощью них. Кстати, может быть, если вам будет интересно, напишите в комментариях. У меня очень много работ того периода, они тоже прикольные, их в профиле практически нет. Я бы могла вам их показать, мы бы тоже посмотрели, разобрали вообще, что можно выжать из цветных карандашей. Вы удивитесь. То есть я, когда выкладывала цветные работы давно, там лет пять назад, многие считали, что это диджитал или маркеры те же. Вот, так что это интересная фишка. Вот, и, соответственно, когда я перелезала, скажем так, с карандашей на маркеры, я очень много использовала карандаши, потому что это был для меня комфортный, привычный материал. Вот, а маркеры, скорее, использовала как такую подложку из заливок. Поэтому выбрала именно эту иллюстрацию, поскольку здесь что сделано? Здесь цветовые основные пятна вот набраны, да, там синий, бирюзовый, оранжевый набраны маркерами. Первые тени там, рыжие тоже набраны маркерами. А дальше за счет того, что это платье, по-моему, коллекция Bellman была, год уже не вспомню. И, соответственно, за счет вот этой вот структуры, такой очень полосатой, ее было удобно наносить карандашом. И поэтому я сделала очень быстро заливки, а дальше детализировала все за счет белого карандаша и за счет темных карандашей, подобранных в тон к тому или иному пятну. А что касается рукавов, это вообще я люблю эту фишку. Берешь темную заливку, потом берешь белый карандаш и не затемняешь тени, да, как мы делаем обычно, а выбеливаешь свет. Именно вот так я здесь и поступила. Здесь темно-темно-синяя заливка, что по центральной части, что рукава. И вы, наверное, можете разглядеть. И выбелены просто карандашиком с двух сторон блики. И максимально объемно, эффектно смотрится рукав, он выделяется относительно фона. И это, кстати, первая иллюстрация сразу с черной заливкой. Вот это, конечно, стресс, да, ровно сделать заливку. Но мне повезло, у меня были тогда свежие маркеры новенькие. Поэтому, видите, заливка прошла легко. Кожу рисовала маркерами, да, там есть тоже детализация небольшая, карандашиками, но минимально. В целом очень светлая кожа. Я не старалась делать на ней акцент, то есть буквально в 2-3 слоя. И все. Волосы немножко косячные, на мой взгляд. То есть они, наверное, издалека неплохо смотрятся. Но сейчас я смотрю на них вблизи. И, конечно, сейчас бы я сделала по-другому и лучше. Вот какие-то желтые отброски, не знаю, почему я вдруг решила их вообще добавлять. Пыталась белыми, белой ручкой вывезти прядки волос. Но мне тоже кажется, жестковато. Я бы сейчас, наверное, делала их через все-таки белый карандаш и как-то понежнее. Вот. Ну ладно, что мы будем? Первой иллюстрации не буду сильно придираться. Вот. Потом у меня, на самом деле, был перерыв. Я вернулась к маркерам еще через несколько месяцев и сразу зашла с вот этой иллюстрацией. И это, наверное, уже вот прям период огромной любви к маркерам и начинается именно с нее. Я безумно кайфанула, когда ее рисовала. И я возвращалась к этому сюжету еще не раз потом и последний раз в прошлом году. Не по своей воле у меня часто делают заказ на это платье. Очень он нравится. Там для разных салонов, красоты и прочего. Разной героиней я частенько в подобных платьях плюс-минус рисую. Вот. Достаточно эффектно оно смотрится. Но опять здесь есть определенная моя хитрость. Как вы понимаете, снова такая структура с большим количеством вкладок. Конечно, здесь опять большое количество добавления карандаша и линер. И в коже там тоже, если присматриваться, очень много теней, штриховок, розоваток еще сделаны за счет карандаша. Как и бликов за счет белой ручки. На самом деле я не вижу в этом трагедии. Я вообще не топлю за то, что нужно иллюстрацию рисовать. Там вот сел рисовать акварелью и рисуешь акварелью от начала до конца. Сел рисовать маркером. Вот будь любезен все сделать маркером. Мне кажется, это какие-то странные рамки, которые себе ставить вообще не имеет смысла. И можно миксовать материалы как угодно. Главное, чтобы нам нравился результат, чтобы вам комфортно. Если вам что-то удобнее сделать карандашом, зачем мучиться и пытаться сделать там большим маркером какую-то мелкую тень, когда удобно подлезть и подштриховать карандашиком. Вот. Поэтому да, здесь снова как бы основные заливки. Первые тени маркерами. Достаточно светлая вся детализация уже идет через карандаш. Тем более детализация лица. Да, потому что ну вот глаз, вот я ставлю свою ноготь, вы понимаете вообще размер этого лица, глаза и носа. И конечно там маркером какие-то все нюансы достаточно сложно сделать. Уже тут без карандаша вообще никак не обойтись. И вот здесь мне, кстати, очень нравятся волосы. Тут детализация тоже волос идет. Карандашиком уже как раз то, что я говорила на предыдущей иллюстрации, что лучше было сделать карандашом. Вот здесь я уже до этого додумалась. И поэтому они такие очень мягкие, растворяющиеся фон волоски. И фоновый кружочек. Вообще, опять-таки, это моя любимая тема. Я очень люблю делать фоновые кружочки. Всегда стараюсь придумать какие-то интересные. Иногда я их делаю прям заливками там цветочными, иногда градиентно, иногда вот так графически. В зависимости от иллюстрации. Здесь мне не хотелось отвлекать внимание, но при этом у меня были золотые элементы на цветке, которые никак не были зациклены в каких-то элементах на платье. То есть был только в цветке. Я люблю, когда хотя бы где-то есть повторение, есть связь. Поэтому на фон взяла такие золотые точки. Эта иллюстрация попроще. Здесь еще случился какой-то косяк, видите, с бумагой. Я так понимаю, либо я что-то пролила, либо еще что-то произошло. Честно говоря, не помню, но вполне возможно, потому что я тогда частенько рисовала на кухне. Это было еще на старой квартире. У меня там был не очень удобный рабочий стол. И не было телевизора в моей комнате. А я любила на фоне какой-нибудь сериальчик включить. Поэтому я стабильно рисовала на кухне. Там же ела, там же породил мой кот по столу. Поэтому произойти могло все, что угодно. Вот, это иллюстрация. Но она интересная, она не очень типичная для меня сейчас по цветовой гамме, по яркой вот этой салатовой линии. Хотя мне нравится сочетание сиреневого, да, там кардиганы и шапки с салатовой линией. Оно прикольное такое, весеннее. Но сейчас бы я, наверное, так не рисовала просто из-за того, что я очень заморачиваюсь сейчас на эстетику ленты, на то, чтобы там все сочеталось. И какие-то такие яркие цвета, они туда не вписываются. Поэтому я такие работы либо выкладываю в аккаунте школы, где чуть-чуть более все в разнобой. Либо стараюсь изначально референс подбирать такие, чтобы они вписались в ленту. Вот, иллюстрация, ну, честно будем, слабенькая. Давайте уж честно, она не супер какая-то детализированная. Она с черным линером, кстати. Я попробовала здесь черный линер, то есть на предыдущих иллюстрациях его не было. Вы можете увидеть, что здесь никаких таких четких контуров нет. Я здесь использовала коричневый карандаш в качестве фона. Тут я пообщалась с разными там специалистами маркерной иллюстрации, кто давно работал. Большинство из них работали с помощью черного линера. Я такая, ну, давайте попробуем ваш черный линер. Вот, попробовала, получила такую графичную обводку, то есть она чуть более мультяшная, она чуть более стилизованная. Это прикольно, но я не очень часто к этому обращаюсь, потому что на мой вкус, конечно, на черный контур он съедает объем. Он убирает эту воздушную перспективу, да, когда у нас плавно ножка закругляется, как бы растворяется в фоне. Он, наоборот, все это выявляет вперед, и со счет этого картинка происходит более плоская. Но из плюсов, что мне нравится? Мне нравится фактура, вязка, джинса, дерево. Прикольно получилось. Опять слабовато волосы, потому что я очень темным маркером их рисовала, потом пыталась белой ручкой поверх выбелить. Получилось очень контрастно, и за счет этого тоже чуть-чуть такая стилизация, не совсем реалистично. Вот, но надпись вообще на сумке Прадо как-то совсем не удалась. Я не думаю, что я хотела ее специально как-то заблюрить, чтобы там не пресендовать на автовские права. Просто, скорее всего, не смогла так тонко прописать. Вот, вообще-то иллюстрация, по-моему, делалась для контента в аккаунте школы Fantasy Room. Вот, поэтому, скорее всего, как всегда, я закрывала эти задачи там в последнюю ночь, и у меня не было еще много времени прорисовывать. Ну, ладно, хватит оправдываться. Следующая иллюстрация, вот она точно была для Fantasy Room, для аккаунта, и здесь все еще я продолжаю экспериментировать с черным линером. Но она, опять-таки, уже явно позднее, и мне кажется, она уже как раз из второго скетчбука, потому что она какого-то другого периода. Видно потому, что больше нюансов, больше живописности по волосам вообще выдают меня чаще всего именно волосы. Здесь черный контур не мешает, потому что я обыграла его за счет фона. Да, я поняла, что у меня эта линия на контрасте белого фона и желтой, например, куртки смущает. Она мне мешает. Поэтому я вот придумала такую тему, и она прикольно смотрится. Мне кажется, тоже такие фоны, они в фэшн-ареистрации добавляют какую-то изюминку. Часто люблю их использовать. Вот волосы уже поудачнее, потому что я поняла, что не нужно со всей силы давать контрасты. Здесь прикольные отблески желтого. Да, на юбке немножко блестящие, то есть разные рефлексы интересные. Получилось проработать вообще сама сумка прикольная. Там много разных детализаций, шовчиков, всего, что я люблю. И чем еще примечательна эта иллюстрация? Здесь есть иллюстрация внутри иллюстрации. Да, то есть принт на футболке, на нем тоже девушка, тоже в очках. Прикольным было вот такое мини-лицо попробовать нарисовать. Понятно, что там, если вглядываться, оно, конечно, очень схематичное, но чем меньше изображение, тем меньше деталь. Вот, а так я бы и сейчас, наверное, такой иллюстрацией была довольна. Так, это опять точно поздний период. Это браслет Пандоры по всем шармам, которые здесь вы видите. Вы, конечно, можете понять, что это явная иллюстрация, которая была сделана в новогодний период. Она мне очень нравится. Я потом еще возвращалась к сюжетам с Пандоры. Вообще, мне очень нравятся фото, которые они выставляли в аккаунте у себя в запрещенной социальной сети. Вы можете обязательно туда зайти, если вам нравится рисовать как раз серебро и золото, и всякую ювелирку. Там много очень красивых, очень качественных фотографий, много интересного. Эта иллюстрация мне нравится, в первую очередь, за счет того, что, во-первых, много объема, во-вторых, разные степени серебра. Во-первых, тут и золото одно затесалось, во-вторых, да, тут есть камушки, есть вот такое, как напыление пудры, различные надписи, гравировки, плоские элементы, объемные элементы. Делала я ее достаточно долго. Мне кажется, что я даже прям с большими перерывами, у меня не бывают такие иллюстрации, которые я могу рисовать по три месяца. У меня есть, будем делать обзор, наверное, на большой мой скетчбук. Когда я его закончу, я покажу. Там вообще есть иллюстрация, которую я делала полтора года. Вот, к этой я тоже сто процентов возвращалась на протяжении нескольких месяцев, потому что много элементов, глаза устают, то есть ты рисуешь какого-то вот этого маленького мишку час-два, и все. Ты уже вообще больше никогда не хочешь видеть этот браслет, но как минимум в ближайшие пару недель. Поэтому вот такими вот перебежками по чуть-чуть, по чуть-чуть я его делала. Тень здесь достаточно контрастная. Может быть, сейчас я опять-таки сделала бы ее более размытой. Межесковата она смотрится. И получается, что вот здесь была уже обводка, наверное, серым линером. Насколько я вижу, скорее всего, я его уже приобрела, и я сейчас им часто пользуюсь. Но сейчас я комбинирую. Я часть обвожу серым линером, а часть делаю просто карандашом, понимая, что где-то мне... Ну вот тут, например, браслет можно было ввести серым линером спокойно, потому что я понимаю, что все границы будут жесткие и темные. А вот тени, которые хорошо бы растворить плавно, мягко в белый фон, обводить, конечно, не стал. Потому что потом от этой линии никак не избавиться, и приходится делать вот такие жесткие тени. Ну, в целом, мы можем предположить, что контрастное освещение и тени действительно такие жесткие. Такое допущение может быть, но опять-таки это нюанс. Здесь опять большая детализация белой ручкой, но в случае с работой с серебром, золотом, всякими блестящими фактурами, ну, этого не избежать никак. Белая ручка нужна. Переходим в цикл достаточно интересных работ. Вы видите здесь пометку, что это иллюстрации с недели моды. Я несколько лет работала иллюстратором на неделю моды в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week. У нас много иллюстраторов туда приглашали с аккредитацией. По сути, это похоже на то, как работают фотографы. У меня был вездеход еще в тот год, то есть у меня был пропуск за кулисы, во все гримерки, где там девочки готовились, переодевались на бэкстейдж. Также, когда вы там работаете, у вас ранний доступ ко всем фотографиям. Есть общий диск, на который все иллюстраторы, которые работают в течение недели моды, потом заливают свои иллюстрации. Их могут использовать уже, соответственно, дизайнеры, различные СМИ, как фотографии с официальных фотографов, так и иллюстрации. Вот, и мне очень понравилась коллекция. Понравилась она именно в сочетании вот с этими крутыми масками. Я потом обращалась еще к непосредственно дизайнеру этих украшений. Там много было интересного. И одна моя самая любимая на сегодняшний день иллюстрация портретная тоже связана именно с этим брендом. Вот, это сочетание такой лаконичной, простой одежды с масками очень мне понравилось. Я сделала несколько зарисовок. Зарисовки я делала тогда в скетчбуке, а потом приходила домой. И какие-то наиболее понравившиеся мне сюжеты уже переносила на листы в скетчбук. Вот, но это все равно был быстрый формат, потому что сдавать их нужно было понятно. И на следующий день опять надо было с утра ехать на показы. Поэтому времени на то, чтобы там разрисовываться, прям суперреализма какого-то добиваться не было. Поэтому я выбрала какие-то простые сюжеты. Да, и опять-таки вот здесь черное все сделано по той же технике. Черное, темно-серое заливка, черные тени и белым карандашом быстренько повыбеливала блики. И вот тебе уже и брюки. Вот тебе уже и платок. А маску на самом деле делала за счет лакового маркера. То есть просто сначала делала заливку по лицу, чтобы там, где нужно, просвечивали нужные тени, нужный объем. А потом поверх прям лаковым маркером вот так вот тыкала много-много точек, похожих на камни. И уже поверх карандашками, здесь нет маркеров, синим карандашом где-то какие-то мерцания. И контуры черным карандашом добавляла, чтобы как бы разбить эту общую белую массу на камни. Вот, мне кажется, это достаточно быстрый способ вот с такой мелкой ювелиркой работать. И следующая иллюстрация, она, собственно, с того же показа. Да, и вы видите опять такую же маску. Она немножко другая, здесь уже нет голубых камней. Тоже мне очень нравится. И, по-моему, даже мы связывались с девочкой-моделью, которая на этой иллюстрации, она тоже была очень довольна. Я эту иллюстрацию ей высылала потом в личное пользование. И, кстати, у меня их же также дизайнер забирал, они хотели украсть ими свое ателье. Это такая маленькая минутка гордости и хвастовства. Я надеюсь, что вы меня за это простите, потому что эти моменты неправду очень радуют. Когда то, что ты делаешь, оно нравится людям, а особенно когда ты рисуешь какие-то образы и работаешь с творческими людьми. Тебе очень хочется не обидеть их и как-то наоборот порадовать, чтобы им было приятно, и чтобы они поняли, что они своим творчеством вдохновляют себя. На творчество запускают вот такой круг, такое колесо творчества, вдохновения в мир. Вот здесь, опять-таки, очень легко кожа. Видите, я в целом еще тогда не сильно заморачивалась на то, чтобы искать какие-то супер живописные нюансы в коже. Я выбрала там один-два оттенка и ими работало. Это неплохо, то есть иногда мне даже кажется сейчас, что мне не хватает какой-то такой легкости в коже. Я уж слишком углубляюсь в живописность. Тогда в силу того, что мастерства не хватало и глаз не ловил эти детали, это было чуть проще. То есть я просто не видела эти нюансы, ну и не рисовала. Поэтому иллюстрации делались быстро, за пару часов, иногда там за полтора часа, и в них вот сохранялась такая легкость и недосказанность. Вот, часто я использовала контурную линию, видите, там это была голубая. Здесь я люблю сочетание леопарда, при том, что я сам леопард не очень люблю, честно вам признаюсь. Но если уж я выберу, мне очень нравится сочетание с такими холодными бордовыми. Мне кажется, что вот эти оттенки благородные, они немножко облагораживают и леопарда в том числе. Вот, много здесь детализации опять штришочками, линнерами. Практически нет собственных теней, то есть буквально сделано в одну заливку бежевым, потом точно так же быстро пробежала, сделала пятна, и дальше все уже штришочками продетализировала. Удивительно, кстати, что не карандашом, а маркером, не знаю почему. И еще одна иллюстрация с показа, с черным фоном. Вообще иллюстрации с показа прикольно делать с черным фоном, потому что там такое освещение, и хорошо это выделяет фигуру. Ну, здесь у меня закончился черный маркер, а так я уже рассказывала про серию этих иллюстраций, задавать их нужно было быстро и не было времени ждать. Соответственно, я просто черной тушью здесь все залила, вот, поэтому остались небольшие разводы. Но в целом, видите, маркерный скетчбук вполне черную тушь выдерживает, и видите, он даже не протек. Потом мне показалось, что как-то скучновато, и я цветными карандашами белые добавила какие-то блики и мерцания. Вообще-то иллюстрация сделана с большим количеством вспомогательных материалов. То есть очень легкие заливки, а все стразы, это было расшитое стразами платье целиком. Я здесь использовала лаковый маркер для крупных стразов и тонкую ручку белую для мелких стразинок. Вот, собственно, это все натыкано ими, и чуть-чуть где-то добавлены просто падающие тени, но и то я поленилась, видите, далеко не везде есть, то есть опять-таки определенная такая недосказанность во всем этом присутствует. Вот, дальше неделя моды закончилась, хотя мне кажется, там еще будет какая-то иллюстрация, просто я, скорее всего, когда перешивала, поменяла их местами. Но мне очень понравилась история с темным фоном, и вот я уже выхожу на первый, наверное, такой более-менее полноценный портрет маркерами. До этого все-таки, видите, маленькие лица, я боялась большие заливки, вот я к этому пришла. Мне очень нравится эта иллюстрация до сих пор. Да, конечно, тут много косяков, но мне кажется, она смотрится достаточно эффектно. Здесь много золота, но золото я, скорее, на тот момент, видите, рисовала тоже через добавление белого и золотой ручки. Это нормально в случае, когда маленькие площади золота, да, и там, в общем-то, особо не разгонишься с тем, чтобы маркерами через коричневый и бежевый его закладывать, поэтому можно делать через ручку. Вот, период, когда я, кстати, видимо, много использовала лаковый маркер, потому что здесь опять вот эти вот веточки цветов много сделаны маркером. Мне нравится, что я догадалась белые светлые волоски уже делать, наконец-то, белым карандашом на черном фоне. Также поступила с ясницами, за счет этого все это так аккуратно и легко смотрится. Уже есть детализация белой ручкой на свечении кожи, я потом это использовала часто. Немножко по-другому выглядела эта иллюстрация, если посмотреть со временем. Все-таки у меня были тогда некоторые дешевые маркеры, и они чуть-чуть выгорели, выцвели. Со временем, видите, вот эти вот оттенки, они были коричневыми, такими же, как на шее, тени по косой мышце, а сейчас они превратились в какие-то серые. Но что поделать? И очень ленивая прорисовка нижняя, если посмотреть, у меня там просто серая заливка и складки все через черный карандаш и белый карандаш. И вот эти вот портреты тоже на монетах на принсе, они сделаны в одну заливку, и дальше просто коричневым линером я быстро-быстро накидала профиля. Еще одна иллюстрация Диора. Тут я впервые сталкиваюсь с тем, что, оказывается, черный маркер со временем может давать спятна на следующую работу. Видите, здесь вот такие желтовато-зеленые. По всему очертанию лица с прошлой иллюстрации они наложились. Ну и плюс эту иллюстрацию тоже немного не пощадило время, потому что все тени, которые были коричневыми, видите, они сейчас такие засвечены серые на контрасте с розовой кожей. Ну, своеобразно смотрится, конечно, но я уже говорила, я очень спокойно отношусь к таким моментам, ну, как бы что поделать, время и время. Есть и полотна в третяковке, которые время пощадило, и что-то вот светает, что-то под воздействием солнца на других нюансах меняет свою колористику. Ничего не поделаешь. Вот, при этом мне нравится в этой иллюстрации полупрозрачное платье с клевером. Лицо неплохо получилось. Здесь уже даже получается какие-то блики в белки сделать. При этом это еще не навязчивое, не темно. И в последний момент я придумала вот такую тему с веточкой фоновую. Наверное, может быть, она немножко перетягивает на себя внимание. Можно было бы что-то поскромнее, но ладно. Почему бы и нет? Получилась такая очень детальная серебристая иллюстрация. Потом, когда я добавила эту серебристую веточку, мне захотелось еще серебристые камни добавить в цветы в голову. Ну, их там не было изначально, но чтобы поженить фон и сам сюжет, я его добавила. Вот очень мне нравится, что белье мне удалось показать, как просвечивает. А вот это опять неделя моды. Бренд мужской одежды, специализирующийся на костюмах. Не часто у меня в скетчбухах увидишь мужчин. Но, пожалуйста, любуйтесь. Вот он, редкий персонаж. Тоже взяла эту иллюстрацию, мне нужно было добить количества крупных иллюстраций, поэтому взяла несложный костюм без каких-то фактур. Лаконичный, простой, он мне нравился. И здесь я поэкспериментировала с размытым и заблёренным фоном. Это уже финальный выход модели на показ, когда они идут, видите, в ряд. И я не возвращалась потом к этой теме ещё ни разу. Это стрессово, потому что я люблю детализацию, мне надо видеть все чёткие контуры, поэтому заставить тебя делать эти размытые лица вдалеке было достаточно тяжело. При этом я понимала, что если я буду детализировать, у меня вот эта вот колбаса из лиц, она будет смотреться плохо. Вот, поэтому вот таким усилием воли всё очень размыто. И это, наверное, то, за что мне нравится в итоге эта иллюстрация, потому что, мне кажется, за счёт этого она имеет очень сильную воздушную перспективу, и на неё интересно смотреть. Если бы был просто мужчина, ну, это был бы рядовой просто мужчина в костюме. Так, а это было Потёмкино тоже. А, вот, восемнадцатый год. Зато мы по хэштегу, который я почему-то именно на эту иллюстрацию решила поставить, узнаем, в каком году я это рисовала. Это как раз бэкстейшн. Мне очень понравился этот момент. Визажист уточняет макияж модели. Понравился мне он тем, что в этот момент модель держит туфли в руках, и вот как бы мы её не видим целиком, но мы видим разные части её образа. И тоже я его быстро делала. То есть, видите, здесь много недосказанности, недорисованности. Здесь и футболку не дописала, и рукав не дописала, и шляпу оборвала. И, наверное, именно этой недосказанностью мне работа и нравится. Она вообще достаточно быстрая. То есть, здесь очень много карандашных штриховок в тенях. Здесь практически не сделаны тени маркером. Там буквально пару слоёв. Всё остальное за счёт ручки. И в пайетках платья тоже очень так легко обозначено полунамёком. Где-то немножко блеска белым, где-то немножко тёмных точек. И вроде бы готова. То есть, она не супер детализированная. Она, конечно, не отвечает понятию маркерной живописи, которой я занимаюсь сейчас. Но с точки зрения зарисовок с показом, мне кажется, это прикольно. То есть, во мне живут две личности. Одна любит детализацию маркерной живописи, а другая любит такое вот всё немножко стилизованное, воздушное и лёгкое. Это уже точная иллюстрация из второго скетчбука, которые соединились в этом. Это моя первая иллюстрация по белью, наверное. Я даже помню, почему я её рисовала. У нас тогда в школе был курс по нижнему белью. И нужно было отрисовать, соответственно, брошюры для девочек, которые приходили на занятия, а не шили нижнее бельё. Точнее, не рисовали, а именно шили нижнее бельё. Вот, мы выбирали долго разные референсы на обложку того, что будет. И выбрали в итоге другой. А эта фотография у меня так и осталась где-то отложена в папках. И я буквально уже через год, наверное, после того, как мы отрисовали всё там брошюры, я тинатнулась на неё и подумала, что ну жалко, такая красота пропадает. Её надо хотя бы просто для себя нарисовать. И вот здесь, видите, я уже намного активнее работаю с кожей. Больше нюансов, больше оттенков в волосах и во всём. Само бельё здесь достаточно простое, то есть нет сложного кружева. Есть атласные ленты, которые рисуются достаточно легко через чёрную заливку и белые какие-то штрихи карандашиком. И, кстати, мне кажется, вот здесь вот эти промежутки светлые. Я просто сверху наносила белую ручку. Сейчас я пальцем проверю. Да, так оно и было. Носила белую ручку и потом, когда она всыхала, перекрывала бежевым маркером. Вот так. Золото всё через ручку тоже, да. Начинаю использовать уже летринг потихоньку, потому что, если вы просите внимание, конечно, там совсем кривые надписи были на предыдущих иллюстрациях. Здесь я уже начинаю потихоньку пытаться симпатично писать. Из слабых сторон этой иллюстрации, ну, наверное, вот эта кисть, она слишком тёмная. Понятно, что она в тени, но для элемента не центрального композиции, наверное, такой акцент на неё был не нужен. Ну, уже что есть, то есть. И снова портрет маркером уже, видите, я совсем осмелела и перехожу в очень крупные сюжеты. И вообще это начинается такой большой период маркеров. Я начинаю рисовать ими часто, много, примерно с этой иллюстрацией, потому что это было в период, когда я уволилась, ушла из студии. Я перестала преподавать, а преподавала я до этого три года в режиме. Я приезжала в студию к десяти утра и уезжала в десять вечера, возвращалась домой где-то, соответственно, в районе пол первого часа ночи, спала, в семь утра вставала, в восемь выезжала, и вот так вот пять дней в неделю, а в выходных ещё какие-то мастер-классы иногда. Вот три года я просто считала в таком режиме, и, соответственно, рисовать было достаточно сложно. Я рисовала очень мало для себя, и вот когда я сажусь, наконец-то, дома на фриланс, я начинаю очень много рисовать и вообще распробую маркеры на вкус. И, собственно, любовь к маркерам начинается именно с этого периода и непосредственно с этого портрета. Мне он нравится, потому что здесь очень интересное освещение. Здесь свет направлен таким образом, что зоны, которые должны быть тёмными, да, там глазная впадина, челюсть, они светлые. А то, что мы обычно высветляем, да, там выпуклые части скулы, спинку носа, всё тёмное, то есть всё через инверсию. И поэтому эту иллюстрацию было достаточно интересно рисовать. И здесь уже крупные волосы, да, большой формат, есть возможности с ними проработать. И там уже с такими нюансами, как зубы и блеск на зубах, и ресницы. В общем-то, наконец-то я добираюсь до всех тех нюансов, которые с такой любовью рисую сейчас. Ну и бабочки, они здесь, конечно, достаточно схематичные и чуть хуже нарисованы, чем лицо, но они выполняют фоновый элемент. Я, кстати, к бабочкам потом ещё ни разу не возвращалась. Может быть, стоит. Но как самостоятельно, наверное, объекты для изучения не настолько меня интересуют, но включить их тоже в какой-нибудь портретную иллюстрацию, наверное, было бы здорово. Потому что здесь, да, видите, они буквально в одну заливку просто графически решены. Одна из достаточно эффектных моих иллюстраций и самая быстрая моя иллюстрация, она сделана буквально за час. Как это произошло? Да всё по той же моей любимой схеме. Я просто заливала тёмно-сером, выделяла буквально чуть-чуть зоны тёмным маркером, а дальше всё, весь свет сделан через светло-серые карандаши. То есть помимо белых у меня там есть светло-серые единичка, двойка, тройка, точно так же, как в марках светло-серые оттенки идут. Вот то же самое у меня есть в цветных карандашах. И вот за счёт этих тёпло-серых я выбелила весь свет в тёмном пятне и проявила объём. Пользуйтесь. Когда работаете с тёмной кожей, это вообще топовая схема. Очень советую. Быстро, эффектно, минимум нервов. А самое главное, вы когда блики делаете, вы их ещё стирать можете. Если где-то ошиблись, вы можете стереть карандаш, вернуться и уточнить в другом месте. Поэтому вообще без всяких последствий для вашей нервной системы. Единственное, что когда я сделала её на белом фоне, она мне показалась скучной, и я решила добавить какой-то контраст. И вот тогда я решила жёлтый. Помню, я ещё потом ходила в магазин за лимонами, чтобы сделать фотографию, раскладку этой иллюстрации. Потом я уже переделала её в фотошопе на другие фоны, и в итоге становилось мне она нравится с таким спокойным, холодным сиреневым. Но с жёлтым тоже имеет место на существовании. Вот, иллюстрация к 8 марта, по-моему, я её делала. Это вот у меня есть целая коллекция на Пинтересте референсов с различными платьями свадебными такого плана. Я их часто рисую, мне они нравятся, различные вышивки белые, потому что чёрную чуть проще рисовать, ты можешь её наносить на кожу, когда ты работаешь с белой, тебе нужно оставлять пространство. Вот, мини-лица. Мне всё время кажется, что вот эта девочка на кого-то похожа, что она напоминает только какой-то актрисы, то ещё кого-то. Но не могу вспомнить, потому что у меня были фото платья, лица я допридумывала сама. Тут как бы что-то из моего подсознания выплыло наружу. То есть такая собранная иллюстрация, тут нет единого референса. У меня был один референс с одним, с одним, с другим. Вот, я придумала, что я их нарисую вместе, допридумала им лица, решила, что они будут держаться за руки. И вот всё это объединило темой к 8 марта. Вот, добавила леттеринг, я всё ещё экспериментирую, видите, с различными шрифтами. И объединила всё это с серебряной звездой. Это как кружочки, я ещё иногда люблю использовать звёзды. Это две мои любимые геометрические формы на фон. Технически здесь самая сложная была кожа, потому что вышивку, как видите, я оставила практически всё белое. И потом просто немножко детализировала коричневым линдером и карандашом, добавив поверх контура. Да, при том, вот я сейчас провожу пальцем, это не белая бумага, это тоже белая ручка или лаковый маркер, что-то такое, что оставила объём. В продолжении темы белого кружева туфли. Я люблю рисовать обувь. У меня есть небольшая коллекция, я буду её расширять. Возможно, у меня сейчас идея есть сделать вообще целый курс по обуви, потому что у меня у самой гардеробной, знаете, мечта детства исполнилась. Когда я приехала на квартиру, я сделала себе центральную секцию с полочками, на которой стоят мои туфли. На высоких каблуках, которые я почти никогда не ношу, но с большой любовью на них смотрю и хожу в кроссовках. Вот, поэтому любовь это к моим туфлям и высоким шпилькам, она находит выход в иллюстрациях. По типу вот это, это лабутены с такой красивой перфорацией. Мне они ещё очень нравятся, они в золотом варианте, это вообще безумно красиво с точки зрения рисования в том числе. Но вот здесь как бы шла белая серия, поэтому взяла их. За счёт того, что туфельки маленькие, опять-таки, очень легко рисовалась иллюстрация. Здесь почти нет никаких светосиней, то есть я просто сделала их там с минимальным добавлением светло-серовой единички. И углубила сразу под коричневым всю перфорацию, и весь акцент здесь на самом деле прорисовки был на коже, в частности на эту кисть. Вот, и здесь уже кисть мне нравится маркерами, потому что я нашла какой-то баланс между тенями и тем, как их делать маркерами, и тем, как детализировать карандашом. Вот стала добавлять какие-то косточки, прожилки, розовые оттенки в косточки, и вот кисти стали потихоньку оживать, наверное, именно с этой работы. Ну и тёмный фон, когда работаешь с такими белыми элементами, платьями, туфлями, чем угодно, тёмный фон, ну, конечно, на контрасте смотрится очень выигрышно, потому что на белом бы туфли потерялись, а на контрасте с чёрным они сразу проявляются, выходят вперёд. Иллюстрация на все случаи жизни. Есть достаточно известный визажист, я думаю, что вы девушку видели, она прям целые арты делает из губ, у неё безумно всё красиво, там то золото какое-то, то камни, то инкрустация, всё. Я не один раз ещё потом рисовала по её фотографиям, но это была первая иллюстрация. Так как я её брала, я как раз побоялась брать что-то всё в камнях или там стекающим золотом, решила взять что-нибудь попроще просто с надписью. Но тоже здесь неплохо так утонуло в текстурах, потому что помимо того, что я сделала основные заливки и детализировала, как обычно, ручкой, я очень много здесь карандашом просто поверх наносила рельеф губы. То есть здесь, видите, прям сетка такая поверх, она и по светлой части, и по тёмной, всё это соединяется, чтобы вот такая вот немножко сморщенная, живая губа получилась. Зубы здесь у нас есть очень крупно губы, и когда мы с таким форматом работаем, конечно, появляется возможность вообще там кучу всего разглядеть, включая блики и отблышки на зубах и прочие-прочие нюансы. Не решила не добавлять никакой кожи, то есть они существуют таким вырезанным элементом, просто на белом фоне, и мне кажется, это хорошее решение, потому что холодный тон красного, холодный тон розового, а кожи, если бы добавлять, это был бы бежевый, он уже немножко клористику бы нам сдвинул, а так белый, в общем-то, лучше, мне кажется, всё это оттеняет. Вот я это называю иллюстрацией на случай важных переговоров. Нетипичная для меня иллюстрация, редко ещё что-то такое беру, это была, сейчас я вспомню, Вера Щебетова делала, это называлось «Забег с Верой», вот, каждый день она выбирала какой-то референс, и многих художников рисовали, вот, у всех это был «Забег с Верой», у меня это был «Побег за Верой», потому что я отставала там дней на пять, и, в общем, всё это пыталась наверстать, в итоге я не все иллюстрации в «Забеге» нарисовала, но какие-то референсы, которые особенно мне понравились, я взяла, вот, Вера рисовала, рисует чуть больше стилизованно, у неё лёгкие быстрые скетчи, мы, кстати, с ней познакомились ещё во времена портретного батла, если тут кто-то давно рисует, вы, наверное, помните такую движуху на очень большое количество художников, это был большой проект, и там было несколько портретный батл 1, 2 и 3, вот, я со второго присоединилась к команде, а до сих пор с многими художниками, с кем мы там работали, мы в хороших отношениях. Так вот, и эта иллюстрация, соответственно, она сделана ближе к стилистике Веры, то есть здесь мало детализации, она очень легко на каких-то пятнах, но мне, опять-таки, понравился контрастный свет, отблески, которые просвечивают, да, через вот это кружево на ноге, чтобы как-то ускорить процесс, я, опять-таки, использовала заливку, тень и потом вот белый маркер, чтобы поставить блики, то есть контрастный свет позволил мне блики на коже делать первым маркером. Сейчас бы, конечно, я использовала светлую заливку, потом бы прорисовывала отдельно эти тёмные узоры, но это бы заняло у меня больше времени. Немножко хаотичный такой фон, там глянцевый пол, в котором отражение стопы, видите, я решила, что я не буду прямо это прорисовывать, и таким полунамёком всё это быстренько-быстренько, как я вам уже объяснила, я спешила. Вот, тем не менее, на то, что это достаточно скетчевая иллюстрация, мне она всё равно нравится, потому что в ней осталась какая-то лёгкость, и основная задумка показать контрастную игру света, она всё-таки осталась. Плюс стопы, не самая любимая, мягко говоря, моя часть для изображения, я не очень часто их рисую, они даются мне, давались, сейчас уже нормально, тогда давались с переменным успехом, вот, поэтому это отдельный подвиг. Вот, следующая иллюстрация, наверное, а, нет, следующая иллюстрация должна была бы быть «Забега с верой», но она, наверное, в том скетчбуке осталась, или не знаю. Кстати, да здравствует сюрприз, я думала, что это законченный скетчбук, но нет. Вот она, одна единственная недорисованная иллюстрация, показ Маскина, чёрный фон. Я планировала сделать эту иллюстрацию тоже в качестве контента ещё для фэнтези-румы, как видите, так и не наделала, я рисовала её в промежутках между группами в студии, вот, поэтому она вот так тянулась-тянулась, и как-то всё, я до неё не дойду. Потом у меня уже закончились и выбросились маркеры, их сняли с производства бежевые, которыми я тогда работала, потом нужно было, соответственно, подбирать оттенки подходящие, как-то я всё откладывала-откладывала, плюс эта юбка, она такая фатиновая, и я, вот видите, начала делать перфорацию точечками, но это очень сложно и долго. И, в общем, я бралась за какие-то разные куски, здесь ещё будут колготки с сеткой, и как-то вот так она в таком состоянии зависла. Я, на самом деле, надеюсь, что я к ней вернусь когда-нибудь, потому что она должна быть прикольной. Мне нравится, что здесь разные фактуры, здесь будут лаковые сапоги, здесь обычная кожа на сумке и на рукаве куртки, здесь колготки сетка, здесь фатин, здесь разные заклёпки по контуру и металл в фурнитуре. Короче, надо обязательно к ней вернуться когда-нибудь, когда, не знаю, когда всё успеть. Единственная иллюстрация с Бали в 2018 году. Я тогда поехала летом на месяц с друзьями, мы отдыхали на пляже, я взяла с собой скетчбук и маркеры, я планировала много рисовать, но, знаете, я часто брала с собой в отпуск скетчбук и маркеры, практически никогда ничего не привозила из отпуска. Это, на самом деле, показатель хорошего отпуска, потому что нам было чем заняться, мы постоянно тусили, куда-то ездили, изучали остров, сидели на пляже. И вот единственный день у меня был, когда ребята сёрфили очень активно, я в тот день не купалась, не заходила в океан, и мне надо было как-то себя развлечь. Вот, и я сделала такую быструю зарисовку. Она полностью из головы, у меня не было никакого референса, соответственно, тут есть небольшие нюансы по коже. Наверное, я всё-таки её перетемнила, насмотревшись на загорелых болейцев приадом, хотя девочку рисовала всё-таки изначально, по идее, светлокожая. Но будем считать, что она загорела. Вот, и потом мне стало лень прорисовывать купальник, поэтому я решила сделать его в стразах весь, вот, просто чтобы сделать заливку и потом натыкать точки и сказать, что всё готово. Но это, конечно, наверное, было не самое удачное решение, потому что, ну, скажем так, мне кажется, немножко пошловато смотрятся эти стразы, надо было что-то более лаконичное оставлять. Вот, ну и она там под солнцем, под брызгами, под всём рисовалась, поэтому сделаем скидку от иллюстрации, но зато она протекла огромное количество народу. Когда ты сидишь на пляже и рисуешь, ну, как все художники знают, вообще натурные зарисовки, конечно, ты постоянно отвлекаешься на каких-то людей, которые подходят с тобой поговорить, некоторые из них подходят и говорят с тобой на английском. Вот, это отдельный стресс. Но тем не менее, поэтому, учитывая все трудности, с которыми она рисовалась, я считаю, что она вышла более-менее достойно. Была у меня задумка сделать серию по сериалам быстрых зарисовок, но их там немножко, их вы сейчас посмотрите. Первая стала, естественно, Кэрри. Я очень люблю Кэрри, её образы, и начала, естественно, с культового образа заглавных титров. Тоже достаточно легкая иллюстрация. Здесь опять всё ещё тот самый коричневый маркер, который со временем превратился в серый, он тут во всём скетчбуке нам портит картину. Использовала фоновую линию тоже, если не круг, то фоновая линия – это фэш на моих иллюстрациях любимый приём. Здесь розовый, потому что, собственно, название у нас таким оттенком было всегда. Я решила здесь не акцентировать лицо, то есть лёгкое портретное сходство есть, но мне не хотелось там супер детализировать. Видите, я даже ни линером, кресницам, ни карандашом сильно не влезала. Вообще, когда работаешь с иллюстрациями из кино и берёшь какие-то кинокадры, там всегда очень своеобразный свет, он другой, не такой, как на постановочных съёмках с фотосессий. С ним интересно работать, но сложнее. Кстати, надпись, вот она, конечно, тут композиционно, ни в пшелу, ни в городу. Тут надо было бы либо сдвигать фигуру, либо надпись сделать поменьше, но вот как-то не сложилось. Потом, в дальнейшем, когда обрабатывала эту иллюстрацию, я в фотошопе, конечно, всё это двигала. Вот, и следующей иллюстрацией стала Блэр из сплетницы. То есть, тоже что-то с красным маркером произошло со временем. Он был ярко-красный сейчас. Немножко какими-то точками пошёл. Долго выбирала образ, но в итоге выбрала вот эту школьную форму. Мне очень нравится вообще школьная форма всяких лицеев, и до сих пор мне очень нравится эта силь. И сейчас, когда вышла новая сплетница, её не очень интересно смотреть, особенно уже в моём возрасте сейчас, с точки зрения сюжета, но костюмы и образы с точки зрения моды там по-прежнему топовые, очень интересные. Это, наверное, одна из причин, почему я смотрела перезапуск сплетницы, и одна из причин, почему я смотрела оригинальную сплетницу, потому что, конечно, это безумно красиво с точки зрения нарядов. Вот, поэтому по-хорошему можно было не одним вообще образом Блэра ограничиться достаточно большим количеством. Ну и опять-таки портретное сходство здесь небольшое есть, но, как я и говорил, я в этой серии хотела сделать его не основным. Мне хотелось, чтобы здесь по Корее угадывался образ с точки зрения стиля, чем черт лиц. Хитрая иллюстрация. Мне понравилась идея с тем, чтобы поиграть с объёмом. Мы так делали в институте. Мы брали белые листы и пытались на них с помощью серых заливок сделать эффект объёма, чтобы издалека казалось, что это рельеф. У нас было дальше такое упражнение. Мы брали один лист, на нём делали рельеф живой. То есть мы вырезали, приклеивали разные волны. А рядом... Его приклеивали на, соответственно, подрамник. А рядом на белом листе пытались нарисовать то же самое, чтобы они были издалека идентичны, чтобы казалось, что это одинаковый объём. И вдруг, когда ты подходишь, было видно, что одно реальный объём наклеенный, а другое нарисовано. Это очень крутое упражнение, достаточно интересное. И, видимо, ударившись в какую-то ностальгию по институтским временам, в этой иллюстрации я это применила. Мне показалось интересным, что я закрою верхнюю половину толщины девушки бумагой, и будет казаться, что она выглядывает. Но здесь я немножко накосячила с заливками. То есть, конечно, если бы переходы серого были плавнее, если бы они были максимально без вот этих вот мазков, эффект бы был достигнуть проще. Но так сказать, но так как эти мазки считываются, к сожалению, мы видим, что это нарисовано. Вот, возможно, стоит вернуться к этой теме немножко попозже и повторить, потому что в целом, мне кажется, идея прикольная с точки зрения подачи. И к тому же рисовать нужно меньше. То есть, ты рисуешь там чуть-чуть человека наверху, чуть-чуть человека внизу, а все остальное по факту бумагой закрываешь. Вот, но это последняя иллюстрация в этом скетчбуке. Как видите, он весь про фэшн. Я надеюсь, что вам было интересно. Я думаю, что я в ближайшее время вернусь вам с разборами еще своих скетчбуков, потому что у меня очень много скетчбуков, которые почти закончены. Там буквально одна или две иллюстрации. Я думаю, что я их буду добивать в ближайшее время. Вот, и если вам интересно, я буду такие видео время от времени делать. Но чтобы я узнала, что вам интересно, вы там как-нибудь руку в комментариях поднимите, макните мне, и я буду знать, что это делать стоит. Вот, спасибо за внимание. Мне было очень приятно, что вы провели это время со мной. Мы вместе разобрали работы. Я надеюсь, что вам было интересно послушать, не только посмотреть на работу, но и послушать какие-то истории создания, которые связаны с той или иной работой. Мне кажется, это здорово и достаточно увлекательно. Надеюсь, что вы разделяете мое мнение. До новых встреч! Пока-пока!